Всем привет, друзья! Меня зовут Рома, а вы на канале Медблог, и в этом видео мы обсудим кисты селезенки. Ну что ж, поехали! Друзья, а перед тем, как мы начнем, я советую вам обязательно подписаться на канал Медблог и поставить лайк этому видео. Это поможет вам не пропустить следующие выпуски, что в соокупности поможет вам грамотно и качественно следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких. Итак, мы начинаем. Итак, кисты – это покрытая оболочка и скопление жидкости, которая располагается внутри органа или выступает за ее пределы. В клинической практике принято разделять кисты селезенки на две группы. Первые из них являются истинными. Вторая группа – это ложные или приобретенные кисты. К истинным кистам относятся те, которые образовались еще в период эмбрионального развития человека. Соответственно, человек уже рождается с этими кистами в селезенке. Приобретенными или ложными кистами являются те, которые образовались уже в период активной жизни человека. Зачастую они являются следствием воспаления или каких-либо травм. Стоит отметить, что часто кисты селезенки появляются после сложных и тяжелых травм в живота. Например, тупой удар в живот или дорожно-транспортное происшествие, падение с высоты и ряд других состояний, при котором происходит воздействие тупого тяжелого предмета на живот. Также стоит отметить, что особое место среди ложных или приобретенных кист являются паразитарные кисты. Часто встречаются эхинококовые кисты селезенки. В этом случае необходимо проводить дифференциальную диагностику и задаваться вопросом, откуда появилась киста. Натолкнуть на эхинококовую кисту может место проживания пациента. Если пациент проживает в эпидемическом по эхинококу очаге, то врач может обратить на это внимание и, соответственно, развивать диагностический алгоритм в эту сторону. Если мы говорим про клиническую картину, то зачастую для кист селезенки характерно бессимптомное течение. И кисты селезенки являются случайной находкой во время ультразвукового исследования брюшной полости. Кисты селезенки часто небольшие и имеют размер в 2-3 см. Обычно в данном случае не возникает никаких-либо симптомов и жалоб со стороны пациента. Поэтому пациенты никак на это внимание не обращают. Существуют случаи, когда киста селезенки достигают довольно больших размеров, в 5 см и более. В этом случае могут присоединяться такие симптомы, как боли в левом подреберье, обычно они имеют тупой характер боли. Кроме этого, боли могут распространяться в левую лопатку или левое плечо. Если мы говорим про диагностику данного состояния, то наиболее информативным методом является ультразвуковое исследование брюшной полости. Если УЗИ недостаточно, в этом случае прибегают к дополнительным методам исследования, таким как КТ и МРТ-диагностика. Как мы уже говорили ранее, для кисты характерно бессимптомное течение. Однако ряд пациентов встречается с осложнением в течение данного заболевания. К ним можно отнести разрыв кисты, кровотечение в полость кисты и нагноение кисты. В этом случае необходима квалифицированная и экстренная хирургическая помощь с целью ликвидировать данные осложнения. Если мы говорим про лечение такого состояния, как кисты в селезенке, то в этом случае мы должны задаться вопросом, а мешает ли как-то эта киста пациенту? Если это небольшая киста размером 2-3 см, которая не имеет динамики к увеличению, то в этом случае пациенту рекомендовано диспансерное ультразвуковое исследование брюшной полости каждые 6 месяцев, не более. Каких-то лекарств в этом случае принимать не стоит, и, соответственно, речи об оперативном вмешательстве не идет. Если у пациента имеется киста больших размеров, или по результатам регулярных ультразвуковых исследований мы выявили откровенную динамику к росту и увеличению кисты, в этом случае врачом-хирургом может быть предпринята тактика оперативного лечения данного состояния. Стоит отметить, что тип и методику операции определяет исключительно врач-хирург. И в 21 веке зачастую вся методика оперативного лечения сводится к двум большим группам. Открытая хирургическая операция и закрытая, так называемая, лапароскопическая методика. Также стоит отметить, что существуют методики безоперативного, но малоинвазивного лечения кисты селезенки. Это через кожная пункция и дренирование кисты селезенки под ультразвуковым контролем. Стоит отметить, что эта процедура довольно сложная и ее выполняют лишь опытные хирурги. Однако, я еще раз хочу отметить, что тактику и выбор методики оперативного вмешательства выбирает исключительно врач-хирург. Друзья, если вы или ваши родственники столкнулись с таким состоянием, как кисты селезенки, обязательно обратите внимание на наличие или же отсутствие жалоб, которые эта киста может вызвать у пациента. Если таких жалоб нет, просто выполняйте регулярное ультразвуковое обследование брюшной полости. Если жалобы имеются, то обратитесь к хирургу за консультацией. Не медлите. Друзья, если вам было интересно и познавательно, то обязательно подписывайтесь на канал Медблог и ставьте лайк этому видео. Ваши вопросы задавайте в комментариях под этим видео, либо на мою личную страницу в Инстаграм. Ссылка будет в описании. Уже совсем скоро мы увидимся с вами в следующем выпуске. Но самое главное, никогда не забывайте, что самое важное – это наше здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok